Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас серьезный разговор. Дело в том, что Слали мне вот эту вот ссылку, которая вот здесь на самом наверху. Вот, промолчать дальше было нельзя. Вот, я знаком золочно, естественно, интересно слышал или октября на Ганечке, она про меня. Я несколько десятков раз высмеивал, злился, критиковал сюжеты из их телеканалов. Бобер, где она в числе трех ведущих, или как назвать-то, актеров, учила. В общем-то, странные советы давала. Ни одного настоящего, которое бы помогло с одоводом, там не было. Так, смотрю я. Идет запись. Ага, идет. И вот. И стал я бороться с этим, а меня как нарочно подсовывает. Вот, смотрите. А вот, оказывается, мураи-то, это смертельные враги. И ссылается, в том числе, и на нее, на Ганечкину. Она считается крупнейший авторитет, но, оказывается, она ничего не понимает. Вот, пусть зацепятся эти слова. Пусть она их услышит. Потому что, ну, нельзя, нельзя. Давайте послушаем. Зайдем на этот канал. Здравствуйте. Вы смотрите канал «Жизнь на даче». С вами Юлия Ягофарова. И сегодняшний выпуск посвящаем борьбе с вредителями на приусадебном участке. Как распознать врага на грядке и как дальше действовать? Обо всем по порядку нам расскажет главная дачница страны Октябрина Ганечкина. Так, вот она главная дачница страны. Вот, ну, много советов. Я беру теперь главное. Внимание. Вот, и попробую вас убедить, что ей надо или запретить этим заниматься, или хотя бы посадить за парту, и пусть теперь говорит все наоборот. Поехали. Муравьи, они у нас скапливают тлю. Вот у кого много муравьев, у того обязательно, у садовода, будет очень много тлей на них. Ну, вы уже поняли. Стандартный представитель, классический, главная дачница страны, ненавидит муравьев и учит всю страну. Ну, здесь сколько там, 12 тысяч всего-то. А начало нас с ними бороться на двух центральных каналах. на РТР, а потом еще на первом канале. И борется нас, как видите, до сих пор. Вот тут мое терпение лопнуло. Итак, вы сейчас будете смотреть через призму железовского постулата. Это не шутки. Постулат, это фактически закон, это законы природы. Итак, по очереди дерево в нашей советской... Ой, ну ладно, по фрейду. Советская Россия, Российская Россия, значит, как правило, все додину больные, потому что они эмигранты. Потому что они, переезжая с юга на север, а у нас не бывает наоборот, они, во-первых, ослаблены морозами, пересадкой, калечащей технологией. И все это приводит к тому, что как только у деревьев ослабевает иммунитет, их соки, которыми питается, в том числе и тля, в том числе и руки с гусеницей, становятся безобидным и вкусным. А до этого у здорового дерева иммунитет, это значит, что минимум дли, минимум всего, или как у меня, я показывал ни одной пятнышком, только потому что у меня, я их называю муравьиная крепость, и на деревьях нет ни одного этого самого, даже дырочки нет, телевидение снимало. То есть все идет с того, что дерево ослабевает, на него нападают, все включают длю. И только потом появляются муравьи, которые начинают за ней ухаживать. Вот. За этой длей. И то, это, так сказать, их недостаточек, он не имеет никакого значения по сравнению с тем, что муравьи главные защитники садов и всей природы. Давайте ее еще немножко послушаем, но вы уже понимаете, что не муравьи виноваты, что тля появилась, а тля появляется независимо от муравьев, на ослабленных деревьях. А у нас в России все деревья ослаблены. Давайте еще немножко послушаем это чудо научной мысли. Когда-то ух. На деревьях, на кусках, на овощных культурах. Почему? Потому что тля выделяет сладкие выделения. Так это значит, тогда тля какает сладкими веществами. Понятно это или нет? Поняла. То есть муравьи, они как-то бы стараются, чтобы на деревьях, на овощных культурах тля сохранилась. Они ее оберегают, они ее даже таскают, помогают. Внимание, когда появляется тля, она служит главной пищей муравьев. Смотрим дальше. Чтобы у нас больше было тли. А чем больше у нас тли, тем муравьев еще больше. А почему еще мы можем с муравьями бороться? Они действуют очень отрицательно на растениях. Они выедают, они ползают, они... Вранье. Ничего они не выедают на растениях. Портят по механическому составу. Ничего, чистая вранье. Она даже не ведает, что говорит. Знаете, у меня же есть свой сад. Есть сады моих друзей по всей России. Вот. Деревья, естественно, не искалечены. Тли совсем минимум. Абсолютно. У меня вебинар будет, ребята, в понедельник. Это будет 6-го. Вот дай бог, у меня сильно много там материалов. Дай бог дойдет до этого. Я вам покажу. Всего несколько случаев в моей жизни. И то только на черной земле. Ну, представьте себе, что приходилось малой земли прямо содержать тепли. Нет, не теплицы. Это школки содержать парни, нет, самые питомнички. Прямо непосредственно возле больших деревьев. И муравьям было там настолько плохо. То есть муравейники уничтожены были тяпками. А тля лютовала. Пока идем дальше. Выводы еще впереди. Растенья ураньев. Их везде много. Они около корней. Они гнездо делают около корней. И корни... Вранье у меня набралось уже около 50 фотографий. Вот. Я как-нибудь все до пучки соберу. Но я их показывал. У меня уже что... И у меня уже 220 вина. Вот. Примерно на 15 из них я показывал. Ну, разброс. Тут парочку фотографий. Там, там, там. И везде, где муравейники. Ни один из них дерево не убило. И еще. Значит. Вчера показывали. Большой муравейник. С несколько миллионов муравейников. Это была новость. Канал. Она это не смотрит. Зачем? Вот. Ее учили понемногу. Чем-нибудь и как-нибудь. И она не знает, что... Речь идет о ежедневных сотнях тысяч. Если муравейник большой. Из детских миллионов. Вот. Сто тысяч насекомых съедается ежедневно. Вопрос. Куда девается органика? Это не шутки. За много лет это тонны. Правильно. Кормежка деревьев. И это тоже неизвестно. Пока пойдем дальше. Подгнивают. Они в пионах. Вот там такие у нас кормилища. Сочные. Уточняю. Когда речь идет о том, что муравейник залезет на ваш кухонный стол. Залезли в пионы. Залезли в грядки овощные. Я туда не суюсь. Пожалуйста. Отделите, как говорят, зерна от плевел. И больше не суетесь. Куда ваше отошло. Где вы ничего не понимаете. Гнезда делают. Растение гибнет. То есть они около растения. Они по растению бегают. Они и растения повреждают. То есть муравьи это очень, как говорится, опасный вредитель. Представляете? Вот эта ненависть, которая внушена миллионам людей. Они будут брать в руки то, что рекламируется. Они будут тратить миллионы, десятки миллионов. А я говорю, миллиарды денег на защиту деревьев. От лучших, от главных защитников. Муравей. Это, во-первых, вывести вы все равно не сможете. Это все сказки. Вы потратите, человек потратит, допустим. Ну, берем так, в среднем. Тысячу рублей на ядохимикаты. Именно. Она упомянет еще этот самый муравьеда. И для того, чтобы убедить, что это все надо покупать. Они все равно тысячу рублей потратили. Десять тысяч потратили. И решили избавить десять тысяч от муравьев. Весь там пятидесяти соточный сад. Вы не уничтожите даже один процент. А если уничтожите даже пять процентов. То же на следующий день это место будет занято муравьями от соседей. На следующий день. Вы можете по десять тысяч рублей тратить каждый день? Содержаем без муравьев. Хотя бы от пять процентов избавиться. Вот. Всегда, когда есть такое понятие, муравьи, они охотники. Всегда, ведь это их охота. Тут же прилетят новые насекомые. И тут же место, так называемых охотничьих годов, будут заняты другими муравьями. Еще спасибо скажут, что выбросили деньги. И часть муравьев уничтожили. Ей это неведомо. Она не знает масштаба. Она не знает, сколько их на этом участке. Вот. Ну еще послушаем. Это у меня уже трясти начинает. И вы знаете еще два способа, как с ним бороться. Ну еще вот некоторые. Ну что, не будем слушать, как бороться. Вон она уже рядом приготовила. Знаете, когда я видел растительное масло, я вспомнил ее на моем памяти, первое выступление. Прошло 6-8 лет. На огромном противне вносят муравейник в павильон съемочный. Представляете? И она его полила уксусом. Она даже не ведает, что творит. Вот. А потом еще я полила вот этим самым растительным маслом. Гуманность проявила. Вот. Знаете, что она сказала? Они сойдут с ума. Вот это было. Вот. Я не выдержал уже почему. После этого была съемка уже телеканал Бобер. Видимо, большой муравейник они не смогли на грязках найти. Ну, там, грядки, сад. Культ имеется в виду, ну, в даче в Массиве, где-то там, в научном саду. А они вышли в лес и нашли огромный муравейник возле 55-ти или там 100-летнего дерева. И уничтожили его. Вот. Это при том, что где-нибудь в Швейцарии, они бы, пришлось бы этот дом, если это ее дом, вот, который на заднем плане, они пришли бы продать, чтобы сразу заплатить. Только в нашей стране такое возможно, что вот эту ахинею, глупость, что муравьи враги несут. Это невозможно себе представить. Я еще, наверное, сейчас сюда перескочу. Но дальше я не могу ее показывать. Потому что она же учит, как убивать этих муравьев. Причем, заметьте, я не сказал уничтожать, я не сказал убивать. Слово, применимое к людям, то же самое применимое к муравьям. Сейчас я, наверное, покажу вам, так, вебинар 221. Вот. Сейчас я, наверное, покажу кое-что. Это вы увидите в понедельнике. Это будет очень интересно и поучительно. Другое дело, что, вот, это мои помощницы, видите, вот это. Это так. Но не могу я пройти мимо. Вот это, вот это. Это мир чуждый для Ганечкиной. Потому что здесь муравьев не убивает, а наоборот культивирует. Сейчас, 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 сейчас. Это сколько я метресом приготовил его, я чтобы вы знали. Вначале загубить дерево, а потом начинать мельчить. А зачем губили? Так. Так, 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 так. Где-то я просклюнул. Сейчас я вам хотел показать муравейник. Она-то не знает, что это такое. Она видит кучу, это самое, как бы, кучу мусора. И это считает, что это и есть муравейник. Так. Это все учит, уничтожает. Вот это учит, уничтожает. Вот. Вот видите. Это всю страну. Это всю страну. Так, ну и где мой муравейник? Где-то вот здесь. Вот смотрите, вот так деревья уничтожает, да? Вот так вот. Летняя обрезка уничтожает деревья. Вот так уничтожает деревья. Это на полном серьезе. Вот. Возвращение приближает. Вот это обрезка. Да, ну как же. Ну как же, вы что, дерево разве... Может дерево без этого рано жить? Вот оно, счастье-то какое. Вот оно. Вот. Руки бы оборвать. Ага, вот это ближе. Вот они, реклама муравьев, муравьедов. Вот. Вот он муравейник, да? Вот смотрите. Господи. Я бы кто-нибудь сюда бы пригласил. Спецназ, наручники, к железу. Я бы посадил за мой компетент. Скажу, ну посмотрите. Здесь родильное отделение. Здесь фабрики. Здесь грядки. Здесь это самое... Самое настоящее производство. Вот. Здесь крыша муравейника. Сделанная с высочайшим... Как бы... Это вот здесь нарисовано хаотично. Вот оно и думает, что это мусор сверху. Вот. А здесь канализация, вентиляция, эрация. Это совершеннейшее создание. Но это выглядит снаружи вот так. Ну откуда их знать-то это? Ведь они уничтожили такой муравейник. Вот. Я бы пытался понять, как они... Это надо было серию фильма посмотреть. Ее под палкой не заставишь смотреть эти фильмы. Она все знает. Вот. Как внутреннее устройство. Их поведение, да? Вот. А их, может быть, вот здесь, наверное, их сто тысяч. А может миллион. И причем каждый знает свой маневр. А им незнакома трусость. Им незнакома лень. Они работники и охотники. И третье, воины. Защита. Они отдадут жизнь, но никогда ни один не сбежит с поля боя. Вот это и есть их жизнь. Вот. Причем каждый из них безмозглый. Вот. Каждый. принято считать, что вот феромоны, а вы делаете, это примитивнейшее понятие абсолютно несоответствующей действительности. Вот. Октябрина. Вот. Феромонный след, он бежал-бежал, он наткнулся на крупную добычу. По этому следу прибегут другие. Вот. Все это ерунда. Их жизнь настолько сложна. Это как супер... Вот то, что внутри, это как супер... Оказывается, безмозглый суперкомпьютер. И тогда я говорю, то, чего вы сейчас можете выскакивать, и то, чем будущее наука, будущее, скажут след за железом, подчеркиваю, за железом. А это работа невидимого компьютера-биополя, которое управляет каждым муравьем, каждым. Поняли? Вот. И это абсолютно разумная деятельность. Потому что лето они возьмут, натаскают, это самое... Нет, не так. Весна. Полностью муравейник покрывают камушками черными. И вот уже солнце прогревает его. Прогревает. А потом наступает лето. Камушки их тысячи, тысячи, даже, наверное, сотни тысяч, потому что муравейник-то малюхонькие, уносят и приносят белые камушки. И полностью закрывают белые камушки. И в эту дикую жару камушки отражают солнце. Вы можете представить себе, что это по Дарвину случилось? По Дарвину. То есть где-то когда-то случайно один муравьишка, белый камень тащил-тащил, и вдруг не датащил, бросил, а потом оказалось, что муравейник, чуть-чуть в нем стало прохладнее. Но камушек один. А как сразу тысячи-тысячи муравьев заставить делать сознательную работу по охлаждению? И так каждый год. А есть попросы, да, камни-то, не видите, не видите? Вся толпа муравьев, это когда первое солнышко, а муравейник промерзлась сквозь, сами знаете. Промерзлась сквозь, холодно. А там надо работать. И тогда вся толпа выходит наружу, нагревается, тела нагреваются, и вся заходит внутрь, и внутри отдаёт тепло, и внутри становится тепло, и начинается работа. И, наконец, ещё два случая. Вынужден повторить, почему? Главное у Октябрины что? Она считает, что муравьи враги. Она не знает, но она искренне не понимает, она думает, вот они враги. Но тогда вторая, с первой мы разобрались с причиной, но есть вторая. Она не понимает, что она губит и учит губить цивилизацию по разуму нам не уступающую. Вот представь себе, что вот это муравейник, который она собралась загубить. А там наводнение, да. А муравьям каково? А вот они же малюхоньки. Мы тонем, когда наводнение. А тут что? И вот муравейник берёт, это одна из фотографий, того фильма нет, рассказывает дословно. Муравьи построили из своих тел мост и начали переправу на другой берег, спасаясь. Вот. Это шаприка была. Это фильм, ну, поверьте, я видел фильм документальный. Это не мультфильм, когда муравьишка бежит и там разговаривает с кем-то и спасается. Нет. Это не мультфильм. Это настоящий документальный фильм. Вот. И вот мост построен из муравьиных тел. Как они умудряются при этом не тонуть? А так, ротация. А теперь представьте себе, десятки тысяч, мост из десятков тысяч. И как заорганизовано и вовремя выныривает, сохнет, а в это время его место занимает другой. Вы начинаете восхищаться? А, октябринно. Слушайте дальше. Вот. Хотя, вряд ли вы это увидите. Вы из другого мира. В том мире ничему не учатся. Они просто всё знают. И вот, значит, получается так, что этот мост проходил. Слон наступил, мост разрушен. Большая часть муравьев, вот таких, как вот эти, просто зацепилась, отстала в круг. Бывает, вернее, так. Собралась в круг. Вокруг какой-то там, торчащие из воды, тростинки. Вот, чтобы не уплыть вниз, до конца не потеряться. И ждала помощи. В это время был построен новый мост. Прямо вот к этой самой кругу и дальше на тот берег. Вот. Муравьи пока ждали помощи. Спасались как? Менялись местами. Захлёбывали. Выныривали. Вылазили наверх. А те, которые сухие, залазили на их место. Это что? Неразумная деятельность. А потом все, переплыли все на тот берег. Мост был построен по-новому и на тот берег. Что? Уксусом, а? А ваши-то эти, много бы изобрели. Бензин. Бензин опасен людям, да. Глаза может вылезть. Тогда используют солярку. Вот. А вы что натворили? Вам надо было бы рекламировать эти самые, это химикаты. И вы вот такой муравейник взяли и угробили. На глазах у всей страны. Вы что? Думали? Вот теперь-то можете. Никто не требует от вас посыпать голову пеплом. Никто не требует вылазить рубашку и говорить, простите меня. Просто исчезните. Нельзя так. Нельзя. Ведь уже после того фильма, после той передачи РТР, лет 8 назад, сколько я про это говорил. Закончил усилять муравейник. Подняла руки. Все, муравейник уничтожен. Счастье какое у вас было, когда вы уничтожили разумную цивилизацию. Целый рот разумный. Целый рот уничтожен. Вот. И вам хлопали сотни людей на сокте. А? Ой, не все погибли от уксуса. Ой, сейчас мы и польем этим. Польела этим самым. Простите, дымасом. Ничего. С ума сойдут. Вот это вот и есть та самая страшная жизнь. Это один из примеров. Ни малейшего понятия. Но дело не в вас. Вас научили. Вы понимаете? Вы настолько искренне. Вы настолько обаятельны. Вот. Я бы вас любиться мог бы, если бы не увидел, как вы уничтожаете живых существ. Понимаете? Октябренно. Хотя бы исчезните. Перестаньте. Потому что это... Вы учили... Ой, с чего вы там этом научили? Ну, я не знаю. Может быть, из-за меня. Я уже на первый канал отправлял возмущенные фильмы. Вот такие же. Такого же типа. Чтобы восстановить этих самых участников телеканала «Бобра». Сколько можно этого учить уничтожать деревья? Вы даже, наверное, и сейчас не знаете, что вы деревья уничтожали. А? Рассказать? Сколько уже рассказывали? Но длинные фильмы тоже не одобрены. Ладно. Еще одно. Смотрите. Не убедил. Да подумаешь какие-то эти. Вот это муравьи сшивают листья. Они делают гнездо. Они делают, знаете что? Родильное отделение делают. Они шьют так же, как мы шьем. Я знаю, большинство мужиков ни разу иголку в жизни не брали. Шить не умеют. Они сшивали листья. Раз. Наконец, они сшили вот это вот помещение внутри. Смотрите внимательно. Два. И, наконец, внутри родильное помещение готово. Поняли вы? Нет. Октябрина. Вот. Вы уничтожаете не просто. Вы уничтожаете самых главных защитников леса и сада. Как можно? Хольцер уж взял пять или шесть муравейников, здоровенных таких, с лесными муравьями, перевез себе на усадьбу. Тут же прибежал этот охрана природы. Как он написал? Книги. Помните? У меня были большие неприятности. А вы, когда уничтожили муравейник вот такой, у вас были неприятности? Где он так делся? Вот. У вас были неприятности? Нет. Я пригласил, у меня есть фильм. У меня есть диск номер два. Вот это кино. Вот я приглашаю этих самых телевидения. Абаканское. Приезжают. Я им показываю. Смотрите. Ну, в фильме я не могу показать уже, сколько показывать. С этого места я начал считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Тринадцать муравейников видно с этого места. Тщательно огорожены, чтобы на них не наступили и не скосили косоид. Тщательно огорожены колями. А теперь я сказал съемочной группе. А ищите хоть дырку на этих, на деревьях, вокруг этих тринадцать муравейников. Ну, там, в радиусе десяти метров. Каждый. Каждый. И все это заснято. И вот, наконец, они начали дырочку. Вот. И говорят, еще, еще. А слышно? А я не стал стирать. Они мне подарили рабочий материал. Я не стал стирать. Где они так немножко с ихиды. О, железовый облом. Вот она дырочка. Одна дырочка. На тысячи, тысячи листьев. Вы где-нибудь такое видели? А кругом муравейники, и ничего не имеют. Вы думали вот это вот? Что они его гробят, там, механически гробят. Просто, чтобы доказать, что нужно купить этот же муравьер, вам надо... Опять вот не вымытирался. Вам надо взять и уничтожить это самое. Мысль, ну, как сказать, их морально уничтожить. Вот они, сволочи. Одумайтесь, опомнитесь. Как я назову этот фильм? Может быть, я помнюсь, октябряный. Я уже по-свойски. Потому что я, наверное, старший тебя. Нельзя так. Нельзя. Ведь ты же... Вы такие, как ты... Еще тысячи таких. Повторяю. Вон они. Вон они. Она даже понятия не имеет, что... И вот она возьми мертвого дерева, она решила, что муравью гробили. Вот. А такие муравьям не место на даче. Ну, ты думаешь, а соображаешь, что без муравьев-то все погибнет, а? Ну, ты не знаешь этого. Понятно, тебе нужно муравьев продать. Вот, возьмет, на лапки попадет яд, занесет муравейник. Ну, вы думаете или нет, что это... Какие надо иметь эти самые знания, чтобы... Хотя бы элементарные, что муравейник, муравьи, главные защитники сада. Если какой-нибудь дотошный, сейчас такие попадаются, фанатик, который вам поверит и создаст генетическое оружие против муравьев. Все. А не дай бог от муравья к муравью уже не внутри одного муравейника. То-то яд кончится, все, один муравейник погиб, а остальные живы. А если по цепочке? А если генетический яд? Однажды мы смотрим, все деревья мертвые. Ну, не сразу, за лето скажем. Все мертвые, не одного муравейника. Вы вдумайтесь, на следующий год голод, и ваши дети и внуки погибнут все. Я уже криком кричу, ну, нельзя, нельзя, понимаешь, Артебрина? Ну, нельзя так. Ну, хотя бы замолчи. Вот так вот губят деревья. Гуманное средство от муравьев. Ну, зачем было вот эту рану делать, а потом гуманное средство? Ну, не сделаешь эту рану, не надо никакого средства. Три или не будет, или будет минимум. Вон они, муравьи ползут. Потому что дерево ослаблено. А у меня, мои-то примеры какие? У меня, клянусь Богом, если не считать нескольких случаев, нескольких деревьев, и только один год, и только там, где черный пар, это по необходимости. Клянусь Богом, у меня никогда вообще нет этих самых тли. На абрикосах вообще. На грушах вообще. На сливах только на рельплодах есть, а на венгерках нет. Вот. На черешнях нет. На вишнях единственный случай. Вот. Дальше. Уже не знаю. На персиках нет. Все перечислил. Только на яблонях. И то, если минимум калечим, я беру только черенки на продажу и на прививку. Вот. И только калечим. И то, я железом утверждаю, что мой сад, вот этот вот, я должен примеры приводить положительные, как вы думаете? Вот это вот, это мой сайт, видите? Вот это фотогалерея. Вот. 90% фотографий сделано, 95, значит, в моем саду. Где-то из сотни, 98 в моем саду. И на всех золотых деревьях ни одной капли яду. И если вы увидите муравья в моем саду, то только увидите муравья охрану. Я показывал, вот моя дочка, вот моя умница, вот моя это самое, как сказать-то раз. Была студентка, приехала ко мне 5-6 лет на практику, до сих пор, как бы сказать, образа говоря, практика не заканчивается. Так. И вот получается, ее показывал, водитель. Я говорю, вот, нашли муравья, нашли одного. Я говорю, а это патруль. Патруль. Его дело лазить по совершенно здоровым деревьям. Вот они, совершенно здоровые деревья. Вы это видите? Не яда, не полива, ничего, не обрезок, кроме обрезка на это, на заготовку червяков. Ну, у меня же все должно было погибнуть, я же яд-то не использую, а? Знаете, у меня один год был, сырость невероятная, и вот такие вот эти, вот такие вот, как я. Ох, а что-то, что-то тут не то, фотогалерея не эта. Только мне работает, не могу увеличить, видите, что-то случилось. Вот. Теперь, 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 теперь. Самое интересное, Елена Александровна Савинич мне письмо прислала. Вот только я про нее, и тут же. Вот она, это, как называется. Вот она колдовство. Вот она судьба. Вот. Вот жалко, что-то с ним случилось, с этой фотогалереей. Ее надо еще подождать, а мне сколько вас мучит. Вот. Дело в том, что получилось так, что один срок начали открываться. вот эта девушка, которая, тоже, как вы, из ученого мира, но, Елена Александровна Савинич, но, никогда, не будет делать то, что вы. Вот. Ее, в ее впереди большая работа. Она уже, читает лекции. Вот. И если, она, скажет, что муравьи, главные враги, да нет, почему быть, если, никогда этого не скажут. Никогда. Никогда. Вот. Видите, телеканал подарил мне этот самый, как он, пшик, пшик, пшик. А поискатель, мощь, ранка, а нет. Вот уже второй год стоит без дела. Пока не пригодился. Вот. Пока не пригодился. Вот сейчас хорошо видно. Стало видно. Стало видно. Ну что? Этому-то можно поверить? Вот. Еще, Артемлина, вы бывали в садах. Вы в этих садах проводили так называемые занятия. То есть, вы учили, вы заметили, вы учили лечить деревья. Вы потом хоть раз зашли, вы хоть раз видели вылеченное вами дерево. Хоть раз. Запомните. Грибы, мхи, лишайники сдирать нельзя. Раз. Опрыскивать бесполезно даже грибы, которые покрывают дерево всюду. Ни одно дерево не вылечивается. И вы, если у них помирают клетки, грибы садятся на эти мертвые клетки, и вы хоть сдирайте их. Вот. Вы приближаете смерть дерева, когда вы сдираете, вы еще, правда, использовали мытье, но это еще одна глупость. Хотя, не такая опасная. Мытье этих веток. И, наконец, если вы будете их опрыскивать, никогда ни одна мертвая клетка не оживет. если вы пытаетесь уничтожить грибы, они же вы частично уничтожите, дерево как умирало, так и будет умирать. Ну, теперь я все сказал. Еще будет еще больше на вебинаре наговорю. А пока, не знаю, как придумать, как вас остановить. А пока я пишу, остановить точно. так и.